Урок 2. Правила построения схем процессов в нотации EPC. Мы находимся в программном пакете видео и рассматриваем представление бизнес-процессов под названием Event Drive-in Process Chain или EPC. Схемы данного типа удобны, просты в прочтении и активно используются в настоящее время на практике. Разберем подробно, как правильно построить схему процесса. Будем пользоваться объектами, которые расположены в меню слева. Вот этот шестиугольник означает событие. Перетаскиваем объект из меню на поле курсором при нажатой левой клавише мыши. Событие в начале схемы это внешний импульс, инициирующий выполнение процесса. Размер каждого объекта на листе можно изменять, сжимая или растягивая фигуру курсором при нажатой левой кнопке мыши. Масштаб отображения на экране также можно менять, для вашего удобства. Название события вводится текстом с клавиатуры, предварительно установив курсор мыши на объект. Например, поступил запрос от клиента. Размер, тип шрифта и прочие настройки текста выполняются кнопками на панели, так же, как во всех продуктах Microsoft. Зеленый скругленный прямоугольник означает функцию, так же называемую работой, операцией, процедурой. Функции на схеме обязательно чередуются с событиями. Результатом выполнения функции является некое состояние системы, которое завершается событием. Поэтому поместим после значка функции значок события. Например, функция «Определить тип клиента» завершается событием «Тип клиента определен». Цвета объектов являются общепринятыми, однако при желании цвет можно изменить, например, для лучшего отображения при печати, изменяя свойства объекта. Для этого нажатием правой кнопкой мыши попадаем в меню, выбираем формат «Заливка» и меняем цвет на более яркий. Также в свойствах объекта можно изменить штриховку, тип и толщину линии контура, тень. Для обозначения взаимосвязей наших событий и работ нам понадобятся стрелки, соединяющие объекты. Их можно взять из инструментария слева или с панели управления. При необходимости можно также настроить их свойства. Чаще всего линию связи между объектами обозначают черным цветом и пунктиром. Можно укрупнить стрелку для лучшей видимости. Чтобы двигать объекты и переходить от одного объекта к другому, следует переключаться при помощи курсора на панели управления. Попробуем выстроить некую цепочку действий. Чтобы каждый раз не настраивать свойства объекта, воспользуемся функцией копирования. Итак, правой клавишей мыши выделяем объект, нажимаем копировать, а затем вставить. Лишние объекты можно удалять кнопкой на панели инструментов, либо клавишей delete на клавиатуре. На практике каждая работа выполняется каким-то человеком, исполнителем. Для обозначения исполнителя выбираем объект, например, желтый овал, и располагаем его обязательно справа от функции, не забывая указывать организационную единицу. Это может быть отдел, группа, департамент, либо же просто должность исполнителя. Соединяем наш объект с другими посредством линии связи. В этом случае линия должна быть прямой, без начальных и конечных стрелок. Не забывайте, что даже если операция выполняется оборудованием или автоматизированной системой, это все равно нужно отобразить в нашей модели. Впрочем, если требуется обозначить отличие автоматизированных функций от ручных, можно изменить цвет объекта-исполнитель. Цвет можно поменять, и если функция выполняется внешним по отношению компании-исполнителем, например, клиентом, внешним проверяющим органом или вышестоящей инстанцией. Таким образом, мы построили прямую цепочку взаимосвязанных операций процесса.